Дайджест недвижимости. И только половина из них имеет координатное описание границ, отмечают в Росреестре. Худшие показатели зафиксированы в Кировской области, где границы имеют менее 20% участков. Наибольшая доля земельных участков с установленными границами зафиксирована в Петербурге – порядка 82%. Напомню, точное описание границ необходимо для того, чтобы избежать разночтений при разделении территорий. В отсутствие таких границ, собственники земли могут предъявлять претензии на части соседних участков. Дайджест недвижимости. Аналитики выяснили, в каких районах Кирова продают самые доступные и самые дорогие новостройки. В феврале дешевле всего квадратный метр обошелся покупателям недвижимости в Слободе-Курочкиной на улице Потребкооперации – 21 682 рубля. Максимальные цены зафиксированы на объекте Алые Пруса. Октябрьский проспект – 117, 63 тысячи рублей за квадрат. Средняя цена квадратного метра в возводимых домах в феврале составила 40 719 рублей, увеличившись с начала года менее чем на процент. В сравнении с февралем прошлого года средняя цена квадрата в новостройках упала на 448 рублей, подсчитал портал Роснет. Дайджест недвижимости. Долги кировчан по ЖКХ, подлежащие взысканию через суд, за год выросли на 22%. Их общий размер достиг почти 1 миллиарда 200 миллионов рублей, сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области. Всего за прошлый год приставы взыскали более 4 миллиардов рублей задолженностей по разным платежам. В том числе почти 241 миллион долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг, уточняет Девятка.ру. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.